Человек встречается с чудесами и необычными явлениями на протяжении всей своей жизни. Но слепая душа их не видит, а зрелая даже по крошечной части необычного может увидеть целостный процесс или руку тех, кто создал это таинственное нечто и впустил его в человеческую жизнь. Один человек увидит чудо в том, что нужная книга, о которой он мечтал вчера, сегодня попалась ему в руку, а это, конечно, небесный учитель подвел его к ней. А другой посмотрит на летающий перед его носом стул и скажет, что это галлюцинация. То есть отношение к необычному уже говорит о степени зрелости и качестве души. Первая душа продвинулась в развитии далеко вперед, а вторая придется еще долго накапливать опыт по изучению свойств других миров и возможностей их проявления и их воздействия в нашем мире. Высшие учителя в течение жизни человека неоднократно дают возможность его душе соприкоснуться с необычным, чтобы продвинуть ее за границы нашего земного мира, чтобы тем или иным явлением подтолкнуть ученика к размышлениям о том, что находится за пределами его восприятия. Поэтому к чудесам надо подходить не с точки зрения того, что их не может быть и что это галлюцинации больного воображения, или принимать их за махинации самого человека, а с позиции поиска их скрытого смысла. Из какого мира они пришли? И как удалось им проявиться в нашей материи, что это может за собой повлечь? И так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok